Друзья, приветствую вас на канале. У нас сегодня небольшой обзор книг Букинистика, и детские книги, и по художественной литературе, и также художественные альбомы. Давайте начнем. Первая книга, это у нас подарочное издание «Баскарад» Михаил Юрьевич Лермонтов. Очень хорошее состояние, детская литература-издательство, 83-й год, художник Владимир Панов. Сейчас давайте посмотрим иллюстрации. Замечательная мелованная бумага. Прекрасный шрифт, очень удобно читать. Широкие поля. Книга прекрасно сохранилась. Увеличенный формат, нестандартный. Стоимость 300 гривен. Если захотите заказать, пожалуйста, мои контактные данные в описании под видео и в комментарии под видео. Вайбер, Ватсап, Телеграм, телефон, пожалуйста, связывайтесь удобным для вас способом. Далее, вот такой огромный альбом. По-моему, я его забыла показать. Приобрели мы его на барахолке. Не знаю, килограмма два, а то и больше. Вес, формат какой большой. Сохранилась закладочка Ля-Се родная. Наверняка была суперобложка, но ее нет. Есть дарственная надпись 70-го года. Эрмитаж, составители Кузнецов, Никулин, Русаков. Сохранность тоже очень-очень хорошая. Здесь у нас, по-моему, и черно-белые, и цветные иллюстрации. Сейчас мы с вами глянем. Это у нас залы. И вот у нас репродукция. Самое древнее искусство. Тоже у нас древняя Греция. Прекрасное издание. Редкое. Стоимость 1000 гривен. По детской романце «Включ от сказки». У меня, по-моему, было более раннее издание год. 89-й год. Тоже встречается нечасто. Стихотворение. Хорошая сохранность. Стоимость 150 гривен. Замечательно иллюстрировано. Плотные листы. Вот такое состояние у книги. Тоже детская книга. Автор Эмма Машковская «Веселый ветер». К сожалению, не знакомая с ее творчеством. Тоже будет стоить 150 гривен книга. 75-й год. Рисунки Вина Кура. Посмотрите, какая красочная. И детям, и взрослым будет интересно и приятно держать в руках такую книгу. И интересно ее будет почитать в первый раз или перечитать. 150 гривен, значит, без грима и в гриме. Есть суперобложка под реставрацию. Сама книга в хорошем состоянии. Стоимость 200 гривен. Здесь о известных актерах. 65-го года издания. И здесь фотографии. Все узнают этих актеров знаменитых и популярных. И давайте посмотрим по списку. Здесь у нас Юрский, Лавров, Фрейнрих, Доронина, Лебедев, Смоктуновский, Симонов и Толубеев. Книга стоимость 200 гривен. Это Гоген в Полинезии. Данная книга о определенном периоде творчества художника. И, кстати, недавно у меня были тарелочки с произведениями, в частности, Гогена. 100 гривен. Вот такая вот книга. Кто интересуется его творчеством. Так, если у кого-то детки занимаются музыкой. Вот такой музыкальный букварь. Виттуги на 150 гривен в хорошем состоянии. 86-й год. Мне очень понравилось, как она иллюстрирована. Прямо как настоящая детская книга. Обычно ноты. Возможно, какие-то маленькие картинки. А здесь посмотрите, какая красота. Плотные страницы. Можно передавать из рук руки такое. Такое издание. Хорошая, чистенькая. Голубые дороги Родины. Это у нас, по-моему, о летчиках. 82-й год. Или о моряках. О моряках, наверное. Да. О морском флоте. И вот художники тоже. Кто был в этой теме. Скульптуры. Картины. Большой формат. Мелованная бумага. 150 гривен. Такой альбом. Сказки. Современная книга. В очень хорошем состоянии. По-моему, мы посмотрели на торговых площадках. В книжных магазинах. Что-то около 400 гривен сейчас стоит такая книга. Сказки. Лучшие народные сказки. В общем, называется. 150 гривен у нас будет стоить. 19-го года. Современные иллюстрации. Все чистенько. И у меня в Инстаграме есть еще несколько вариантов подобных современных книг. И на русском, и на украинском языке. Киев. Альбом. 81-й год. Здесь у нас о древнем Киеве начинается. Раздел первый. Вот как выглядел Киев в X-XIII веках. Макет. Следующий раздел. Это уже с 80-х. В 80-х, в 70-х. Как выглядел Киев. Планы его. Есть и что почитать, и что посмотреть. Стоит 200 гривен. Следующий у нас вот такая книга. Днепропетровск. Снова и навсегда. Тоже хорошее состояние. Издание 2015 года. Здесь наш мэр Борис Филатов. Ну и вот содержание. 21 глава здесь. Люди знаменитые. У них о скульпторах, инженерах, архитекторах. Люди разных профессий. Следующий раздел. Днепропетровский национально-исторический музей имени Яворницкого. Днепропетровский цирк. Кто интересуется историей Днепропетровска, Днепра, Екатерина Слава. Вот такое вот замечательное издание. Стоимость 200 гривен. И два тома Илья Глазунов на английском языке. По-моему, напечатано в Швейцарии. Мелованная бумага. Огромный формат. 92-й год. Это у нас второй том. Сам Илья Глазунов. Стоимость двух томника 500 гривен. Состояние отличное. Подарочное коллекционное издание. И еще у меня три книги осталось с прошлого обзора. Это Харьковский художественный музей. 83-й год альбом. Тоже прекрасные репродукции. Не знаю, почему не обратили на него внимания. Также разных периодов картины. И две книги детское питание. Чуть более ранний выпуск 57-го года. И это у нас 59-й год. Я вам показывала. Внутреннее оформление одинаковое. Ценник на них, по-моему, тоже одинаковый. Сейчас не помню. Напишу на экране. Друзья, по истории Днепропетровска, Екатеринослава, Днепра. У меня есть еще другие альбомы. Книги также по истории нашего города. Если кому-то интересно, также пишите, звоните. На сегодня будем с вами прощаться. Спасибо вам огромное за внимание. Жду ваших заказов. И желаю, как всегда, вам всего самого-самого доброго. Мирного неба, крепкого здоровья и благополучия. До новых встреч на канале. Пока.